всем привет самые сликовые хроники снова в эфире и суббота гран-при россии признаться честно после пятничной встречи которая официально закончилась где-то в 11 неофициально пол второго но в реале часа в 4 утра вставать было довольно тяжко сейчас сложно себе представить в каком зомбическом состоянии удалось добраться до трассы чуть-чуть поспать еще в лифте пока поднимался на четвертый уровень главной трибуны но я сразу попал на старт gp3 трибуна сергея сироткина неплоха первое ощущение чуть-чуть даже потруче чем на главной первая же боевая гонка уикенда выдалась на славу но больше всего подняла настроение новость и под грифом этой новости прошел весь день таня квят снова формуле-1 и что самое интересное снова в тарароссе поэтому я в приподнятом настроении отправился изучать трибуны сочи автодрома ну как всегда до т4 не добрался но по дороге зато вдоволь на общался с болельщиками формула-1 все в хорошем настроении во-первых объявили дали хвята буквально пришла новость сразу как стартовала первая из боевых гонок уикенда гран-при россии это было форму это было gp3 серия gp3 никита мазель мальчика выиграл пол позиции но его штрафовали и в итоге он сегодня прорвался с 8 место на второе его опять же чуть не штрафовали но вроде как второе место полноценное поэтому первый же подиум гран-при россии это сразу подиум российского пилота никита мазепина но в следующем году мы на гран-при россии увидим уже двух российских пилотов формуле-1 это будет сереж сироткин и даниил криат поздравляем всех болельщик блин эмоции моря сразу две хорошие новости за такой короткий период с подуна с утра серега ты теперь не один если перец будет обижать беги в бокс и тарахонды данька если чё пишется ребята с нашего двора всей толпой формуле-1 в прошлом году на видео я обещал привести модель команды scuderia ferrari в этом году она привезена модель ferrari f2007 тот самый чемпионский кими райканин удалось взять автограф чемпиона мира 2007 года она как у нас меньше феррари ездит вместе с кими райкан себастьян фетель была успешно еще сделана модель его первого чемпионского болида rbo rbo rb6 и также удалось взять автограф себастьяна фетеля на модели михаил человек с которым мы познакомились на прошлой гонке ты был с мерседесом до в прошлом году с таким же бумажным эта модель из бумаги миша просто маньяк он носит их с собой всегда под у него получается взять автограф тех пилотов которых эти модели так что я прям не знаю заядлый фанат горвала-1 спасибо тебе миша огромный 2016 году удалось взять кими райканина и в этом году специально подходил к себастяну феттелю также его автограф и кто из них чемпион ferrari оба должны быть опять оранжевый срезает трассу но что делать бывает приходите к нам еще мы сегодня два раза вы срабатывать наша площадка и финиш пилот фиолетового шлема выигрывает этот заезд все желающие могут прийти покататься собирают команду из трех человек и гоняют ходите пожалуйста ну что шорт-корсы у нас сейчас будем пробираться на трибуну виталика петрова что там было сейчас на автограф сессии пилоты формулы 2 артем маркелов молодец он вообще классный парень на самом деле без проблем вообще сфотографировался никакой звездной болезни автографы хоть 10 штук пожалуйста ребята и напишу и как хотите там подпишу на карточку да он у него была своя карточка очень красиво оформленная кстати и вот он на ней автографы давал все остальные пилоты сидели просто с маркерами увы это вот такая организация для пилотов младших форму формула 2 просто бюджеты поменьше денег только на маркеры наверное да ну ничего зато здорово ландо норрис джордж руссел будущие звезды наверно f1 уже потом будет очередь как льюису хэмильтону ну и сфоткаться с ними тоже классно было на самом деле вообще супер здорово не знаю мне в этом году гораздо больше нравится гран-при россии чем предыдущие два года по крайней мере когда больше интересности всего во первых gp3 формула 2 это намного интереснее чем midjet во вторых какие-то дополнительные как бы бонусы идут ну прикольно молодцы они постарались принципе есть еще к чему стремиться еще не идеал не без этого но в целом как бы мне намного больше нравится так что все круто самые слики forever остовский клуб девчонки сегодня встречались с фанатами фернандо олонсо прощальная гонка федора ивановича привет девчонки ну что у вас встреча прошла много людей было понравилось человек 30-40 наверно нас собралось прям погричали от души пофотографировали все получилось будем надеяться не 20 хотя бы мы ждем квалификацию сегодня кто победит а вот мы знаем феррари победит футбол победит или хэмильтон победит все правильно пойдем на автограф я им говорю а вы видели там вообще очереди какие там сиротки они мне говорят кто такой сиротки я даже не знаю как он может как ответить чаще приезжают и удивление будет мало после первого сезона вообще нет удивления про сиротки удивление было когда спрашивали почему сена не едет таки шумайкер да и кт-2 второй пола рот ремка на ладони это восьмой сектор пола там самый готовый а вот у нас у телефона даже машина включает а идем по переходу во время от заезда сейчас вам прямо на трассы проходить а под нами будут машины формула-1 проезжает в отличие от формула-2 когда под нами формула-1 уже нет эффекта метро тут скорее эффект что ты просто идешь над трассой формула-1 все равно очень неожиданная приятная новость хотя многие к ней готовились заранее практически все были уверены что это произойдет вот вам пример наконец таки впервые в истории российского автоспорта болельщики смогут смотреть трансляцию формулы-1 и переживать не за кого-то одного игрока а сразу за двух вот сюда мы сейчас попробуем пробиться там она против медальной площади здесь тоже очень клевый эффект вот своя особенность в каждой трибуне машина здесь очень близкая скорость высокая поворот классно сейчас поднимемся посмотрим ну вот тут все немного по-другому напротив нас далекие трибуны Т2 оттуда мы сейчас пришли поворот медальной площади шикарный вид солнечная погода высокие скорости болельщики которые попадают уже на все фотографии Гран-при России чуваки в ушанках с флагами с огромной удочкой а на удочке Даня куляет в следующем году его увидим я вам наверное уже все уши проклято прожужжал но знаете когда ты находишься в гуще событий приходит такая хорошая новость кажется что вот-вот это это прям наше это произошло прям здесь скрывать такие вот веселые болельщики есть олдскульный болельщик за Михаиля Шумахера который болеет вот он всех возглавляет он у них вожак альфа ромео феррари ушанка с феррари это значит уже феррористы подальше ну и болельщику крята доверили удочку и белую шляпу вот так вот они выглядят настоящие фаны формулы 1 витос оу как нормально в отчете вы себя увидим? конечно вот я снимаю сейчас вас рассказываю какие-то сумасшедшие чуваки в ушанках приехали это шапка выкуряла монако шапка с монако шапка с монако настолько яркий вид спорта что здесь даже болельщики такие яркие с ними фотографируются все вот идут тихо и никто не буянит нет такого прям как-то на простом языке сказать панатья нормальные приятные ребята видите ну вот здесь здесь а здесь это очень просто куров понимаете? если бы больше таких людей приезжал их тут достаточно много Ростовский клуб с флагами ходит, москвичи в кокошниках с группой, девицы-красавицы. Потихоньку в Гран-при России появляются какие-то свои традиции, свой какой-то внутренний болельщицкий характер, понимаете, прям атмосфера. Этмосфера, которую можно ловить только здесь, только в Сочи. На других красах все по-другому, там свои традиции. Но у нас в России Данил Клят и Серега Широткин. Ребят, кто помнит, год назад мы тут тусили с норвежцами, чефинами, обменялись кепочками. Еще мы договорились, что мы друзья и через год перед началом квалификации встретимся возле сортира и обменяемся кепочками назад. Уже полчаса тут стоим, и Соня пришел. Вот такие они, друзья. Этбрации пилотажная группа в Приш. Потому что он летает один. Но все равно выглядит это, конечно, эпично. Но более эпично это все звучит. Самолет как бы самолетом, но вот этот звук. Один двигатель российского Мига, это же Миг, насколько я понимаю, звучит громче, чем весь пилотон Формула-1 вместе взятым. После квалификации всех ждал концерт группы B2. Ну, всех кроме нас, потому что мы отправлялись назад в гостиницу для очередного стрима по итогам квалификейшена. Признаться честно, это было уже лишним, потому что во время этого стрима я чуть было не уснул. Ну, чисто физически. Да и опупенный концерт было покидать до слез обидно, потому что в этом году, в отличие от прошлого, когда какая-то радиостанция просто отмечала свою днюху с хреновой аппаратурой, хреновыми артистами, кричали не пойми что там со сцены. В этом году звук был, ну, ребят, мирового уровня. И концерт группы B2, несмотря на многочисленную критику зрителей до, смотрелся очень гармонично и очень круто. Как говорят у нас в Формуле-1, с хорошей техникой выгодно смотрится любой пилот. Впрочем, о вкусах не спорят, к музыке можно относиться по-разному, но признать стоит одно, что это было круто и многим понравилось. В заключение этого выпуска кусочек B2 вам в уши. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok